Очередная бронированная машина. Вообще, на самом деле, в этом городе очень много всяких разных машин, полицейских, военных. И нужно отметить, что этот город был закрыт. Буквально 20 лет назад он был закрыт вообще для посетителей из-за того, что военные действия проходили здесь. Друзья, всем привет! Мое знакомство с городом Диар-Бакир продолжается. Я сейчас приехал посмотреть на такой вот мост красивый. Друзья, значит, у нас с вами здесь средневековый мост каменный через реку Тигр, если я не ошибаюсь. Это река Тигр, скорее всего. Мост очень широкий. 11 век, год постройки. Высота, наверное, около 20 метров примерно. Ширина примерно 10 метров и длина вот прям полностью он через всю реку проходит. Два ресторана, кафе-рестораны вот такие находятся. Поэтому планируйте так, чтобы здесь можно было вам поужинать, либо пообедать. Особенно, если вы летом приедете, здесь будет жара до 50 градусов прямо возле речки с видом на этот мост. Там первый ресторан за мостом. И вот перед мостом второй ресторан. Ну, в зависимости от того, откуда вы будете ехать. Здесь у них бесплатная парковка, бесплатные туалеты. Все бесплатно. Чай бесплатно. Стоянка запрещена. Поэтому лучше спускаться к вот этим местам, которые я вам показывал. И парковать машину возле кафе. Тысячи лет назад строили этот мост. Друзья, я как бы все понимаю, но в те времена у них не было никаких устройств для того, чтобы они могли поднимать, что-то опускать. И вот вместе с тем, посмотрите, как он ровненько идет. Здесь еще около 100 метров. Река Тигр, пожалуйста. Если что-то знаете, интересное об этой реке, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот здесь все музыканты. Пришли на мост посмотреть, а вам здесь еще музыка при даче. Бесплатное музыкальное сопровождение. Да, в этой части, видите, река. Она такая, более мелкая. И поэтому они, наверное, еще подсыпали чуть-чуть, чтобы ее размыть. И сделали именно здесь. Потому что если бы они строили бы где-то там этот мост, им бы строить тяжелее было. Ну и, значит, получается, к северу от этого моста там вот эти вот сады, около 700 гектар плодородной почвы. Они хранят в себе очень много информации интересной о том, как здесь в долине климат менялся и так далее. Поэтому они это внесли все в наследие ЮНЕСКО. И, соответственно, там дальше уже чуть-чуть севернее и на запад, получается, расположены вот эти вот стены города-крепости древнего города, старого города. То есть, в принципе, здесь можно погулять. 178 метров, почти 180 метров длина этого моста. 10 пролетов здесь. Это первый исламский мост в Анатолии. А вот это вот свадьбы вот так проходят у них здесь. Вообще, на самом деле, очень много всяких разных, они проводят мероприятий, вот таких вот всяких свадебных и тому подобное. Именно вот они приезжают, едут по музеям, катаются. Поэтому свадьбы здесь очень часто можно встретить. Фотографируются, как наши раньше по Медео катались, еще что-то. В какие-то года, я помню, прям вообще такой ажиотаж был. Лимузины, свадьбы эти, катания, фотографии, видеосъемки. А потом все дружно в ЗАГС разводиться. Это я знаю, было дело. Вот здесь у них сейчас вообще не сезон. То есть, чтобы вы понимали, на улице практически вообще никто не отдыхает, никто не кушает. Все внутри. Они там разожгли печку. И, в общем, встречают гостей. Там, может быть, несколько столиков занято. Но как у них все здесь вычищено, вылизано. Все чисто, туалеты все чистые. И, друзья, нужно отметить, буквально несколько лет назад здесь война была. В старой крепости были столкновения. Курды воевали. Там прям серьезные танки были. Пять лет назад здесь война была гражданская. А 20 лет назад этот город вообще закрыт был для туристов. Сюда вообще 20 лет назад попасть нельзя было. И, соответственно, это очень уникальное место. И видите, как у них здесь все чисто, культурно. Никто на вас не нападает. В том смысле, что там купите магнитики, еще что-то. Молодцы они в этом плане. Вот скажите, пожалуйста, что нам мешает? У нас в Алмате, в Казахстане вообще столько красивых мест. Столько вообще достопримечательностей разных. Что нам мешает вообще сделать так, чтобы к нам люди тоже поехали? Очень чисто. И все создано для того, чтобы люди приехали, посмотрели на мост, пофотографировались, провели здесь время какое-то. Я бы приехал сюда бы пообедать или поужинать. В Турции, в любом месте, где бы вы ни оказались, даже на трассе где-то, везде вы всегда сможете покушать. Рядом с любой заправкой всегда есть ресторан. Но вот такие вот места, они сами себе располагают. Прям вот такой посидеть вот так, на Чили, спокойно. Вообще я заметил, что местные жители вот именно вот этой части, в восточной Турции, то ли здесь население именно вот курдская, сирийская, арабы, они никуда не спешат, они никуда не торопятся. Вот заметьте, они вот так вот потихонечку идут куда-то, что-то делают, песенки свои поют, фотографируются, никто никуда не бежит. Вот обратите внимание, видите, все спокойно. Вот можете себе записать вот это кафе, Сидем кафе. У них большая парковка вот такая. Я просто так приехал, спокойно поставил машину, прогулялся. Никто мне не подошел, ничего не сказал. Вот, пожалуйста, вид на мост. И вот, друзья, как раз, если ехать со стороны моста, то можно очень хорошо увидеть, как здесь, во-первых, люди живут, вот прямо возле крепости. Видите, это трущобы реальные. И что самое интересное, вот эти трущобы тоже там же внутри были. Я вам сейчас чуть позже покажу, я там гулял вчера. Вот. И, наверное, с этой точки лучше всего начинать знакомство с городом-крепостью, потому что видно прям такие масштабы. Мы заезжаем в город, я так понимаю, это южный, южный или юго-восточный заезд. Вот можно налево, можно направо поехать. Давайте поедем направо. Прямо на машине можно заехать. Я вчера здесь гулял, я был, честно говоря, вообще в шоке. Я не мог понять. Видите, свадьбы повсюду. Вот, видите, люди залазят прям и гуляют, как мы с вами гуляли вчера. Здесь высота около 20 метров этой стены. Очень серьезно. И причем любой может залезть. Ну да, конечно, по праву ее можно назвать, эту стену главной. Стену, стену, стену. Эту стену можно назвать главной достопримечательностью. Вот это справа там раздолбил, раскрошил Сулейман Второй, я так понимаю. А вот здесь, вот видите, травка посажена. И вот там заборы стоят. Вот здесь они уже отреставрировали, новые здания построили. А вот там вот мы сейчас с вами туда дальше заедем. Я там вчера ходил, там строителей очень много. Это было все разрушено во время вот этих вот действий боевых. 5 километров. Реально, конечно, на целый день здесь можно гулять в этом городе крепости. Да, это он, наверное, разрушил. Сулейман Второй. Сулейман Великолепный. Кто любит Сулеймана Великолепного? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я знаю, некоторые из вас прям любят его, смотрят вот этот фильм. Как он? Век какой-то там, Золотой Век, Великолепный Век. И вот эта часть, в общем, его или внукам, или каким-то его предкам была расколошмачена. Здесь это строили с третьего века. Люди, она стояла, стояла, он приехал, арт-обстрел, и видите, ничего не осталось. И вот мало ему было в одном месте сломать, ему надо было все сломать. Все сломать, все покорить. Там если прямо дальше туда ехать, там есть, во-первых, мечеть древняя. Во-вторых, музей очень интересный есть. Музей, в котором хранятся находки, которым там по 5-7 тысяч лет. Очень любопытные находки, всякие разные, интересные. Такая территория непонятная, что будет вообще происходить, если я запущу дрон, я не знаю. Я, конечно, могу попробовать. Вот, видите, друзья, вот это вот справа, слева, это все новые здания. Их уже построили, их скоро, я думаю, летом они уже будут работать, это все летом запустят. Они газ подвели, сюда все коммуникации уже подвели. Это новый такой город. Видите, вот строитель расширок огонь и сидит, греется. Кстати, нужно отметить, ни одного провода нет, ни одной трубы нет, вообще ничего нет. Вот они построили и спокойно это вот так вот все выглядит. Друзья, а вот здесь вот справа, видите, дома разрушенные, вот, разрушенные здания. Это все дома людей, предположительно, курды здесь жили, я так понимаю. И, в общем, 30 тысяч человек за 2015, за 2016 год было здесь беженцев. То есть, во время вот этих действий боевых, здесь прям, ну реально, вот здесь, где мы с вами едем, здесь танки были вот буквально несколько лет назад. И 20 лет назад этот город вообще закрыт был для посетителей, то есть, ну здесь как бы опасно было, сюда никого вообще не пускали, он в город закрыт был. И вот они что-то отреставрировали, отремонтировали, если туда еще вглубь, дальше пойти, там очень много, можно домов прям до сих пор разорваленных, разрушенных, и люди бросали дома. И я смотрел одного блогера вчера, американца, он ходил здесь, брал интервью, и американцы, они любят же вот это дело, и они говорят, непонятно кто, в масках, спецназ, полиция, то есть зачистку прям здесь снайпер обстреливал. Одна третья часть старого города была разрушена во время боевых действий. И причем, что самое интересное, до сих пор здесь ездят машины, бронированные, машины полицейских, машины военных, и патрулируют здесь вот это дело все. Людям не разрешали выходить на улицу, держали их по домам, и те, кто выходил, просто снайпер обстреливал, и все без суда и следствия. Вот видите дома? Вот это все вот разрушенные дома здесь стоят. Значит, Курская рабочая партия, которая здесь именно вот столкновения проводили с военными, с полицией, они заявили, что около 800 человек мирного населения погибло во время этих действий. Вот видите? Вот это вот все, вот эти дома разрушенные, это кто-то здесь жил. И 35 тысяч человек беженцы, то есть им пришлось покинуть свои дома. Вот, к примеру, вот эти вот дома, я вот вчера не мог понять, что это такое. Вот дом стоит, вот еще рядом дом. Ну, не могли же просто так, я не знаю, как-то выселить, если еще что-то. В общем, сейчас здесь, кроме строителей, и полицейских, и военных, вообще никого нету. Все разрушено. Это, это часть именно вот этого города-крепости. То есть, если сейчас туда чуть-чуть прямо буквально метров 200-300 пройти, там будет жизнь кипеть, как я вам вчера вечером показывал. Причем, есть дома прям такие достаточно большие, вот там дома я видел с фонтанами, такие двухэтажные, особняки большие. Людям пришлось покинуть, понимаете? Вот. всякие разные объекты тут, инфраструктуры. И вот так это все выглядит. Это стройка, строительная площадка, то есть, здесь нету туристов, здесь нету вообще никого. Никто сюда не заходит, кроме строителей. И вот так вот, вот видите? Вот скорее всего просто сюда снаряд прилетел, или что-то здесь какое-то, что-то здесь взорвалось и вынесло просто вот часть стены нафиг. 20 лет назад этот город закрыт был вообще для посетителей. То есть, никто сюда не мог ни зайти, ни заехать. И, соответственно, вот несколько лет назад тоже в эту часть вообще никого не пускали. Здесь прям серьезный конфликт вооруженный был, гражданский. Ну, на самом деле, как здесь, что происходило, я не знаю, но такое вот местечко, в общем, здесь есть. Имеет место быть. Люди прям слышали взрывы, пулеметные очереди. В общем, нормально здесь повоевали. И вот, получается, курды хотели получить здесь автономию, хотели получить флаг здесь, свои законы, всю свою территорию, потому что около 30 миллионов курдов живет вообще в восточной части Турции. И они хотели как бы, ну, неофициально этот город, где мы сейчас с вами катаемся, это столица Куртистана. И они хотели здесь, чтобы у них все официально было, законно. В общем, курдская рабочая партия здесь они подняли вот эти вот волнения. Ну, соответственно, полиции турецкой это не понравилось и вообще силовикам. И они это все разбомбили, разнесли, в общем, недолго, недолго думая. И до сих пор это проходит. Вот даже в 2019 году есть какие-то все равно эхо каких-то этих событий. В 2018 году вы там можете хронологию почитать, если вам интересно. До сих пор они что-то делают, как-то воюют. Но вот в этом городе очень много полиции, очень много всякой разной техники бронированной, очень много КПП, проверяют документы, а раньше сюда вообще не пускали. То есть мы сейчас с вами едем, чтобы вы понимали по внутренней части старого города. То есть мы внутри города-крепости, с левой стороны вот стены. 5 километров стена это она на втором месте после китайской по длине. И действительно я вам должен сказать, что стена прям реально серьезная, пресерьезная. На ней там прям уже кустарники, деревья растут. Она достаточно широкая и высокая, около 20 метров высоту. метров 5, в некоторых местах может быть даже больше, еще 10 в ширину. И вот люди потихонечку, постепенно туда поднимаются, фотографируются там. Кто-то рестораны, кафе прям в этой стене делает, кто-то там туалеты себе делает, кто-то там костры жгет. Ну 5 километров, представьте, и такое строение вообще невероятное. А китайская стена, она конечно же самая большая стена в мире, ее даже с космоса видно. Места такое, да, Это как бы не афишируется здесь никак. Никто про это не говорит, никто, упоминаний об этом очень мало, но здесь убивали людей. И 35 тысяч человек вынуждены были покинуть этот город. Вот представьте, люди жили, да, а им нужно было уехать, потому что война началась. Это ну реально война. Здесь была война, стреляли. Вот видите, все чаще и чаще я встречаю вот такие вот машины с иракскими номерами, с иранскими номерами, с сирийскими номерами. Их здесь очень много в этой части. Ну и в то же самое время здесь очень любопытно, потому что здесь прям такой восток, в восточный восток. Город буквально несколько лет был назад закрыт, и вот его только открыли, туристов очень мало, туристы боятся сюда ехать. И вот такая вот атмосфера, цены очень низкие, очень вкусные на отели, на все, потому что это все только-только вот начинает работать, и, соответственно, они таким образом сейчас привлекают. Здесь можно поселиться, здесь много отелей, но здесь вот такие вот парковки, узенькие проезды. И надо в узеньких местах, узенькие-узенькие здесь улочки, надо как-то искать место, чтобы припарковаться. Сыры продают, оливки, хочет помочь мне припарковаться. Они такие, все здесь прям добродушные, добродушные. А местных курдах, ну вот именно, которые здесь живут, о них очень хорошо отзываются и говорят путешественники, что они прям такие и чаем напоят, и накормят. Есть люди, которые путешествуют, ну, без ничего, без отеля, без машины, просто с рюкзачком стоят, там руку поднимают, ну, их везут. И вот один паренек рассказывает, что его и накормили, и там, и напоили, и там по ресторанам поводили. Вот видите опять номера? Это либо Иран, либо что, я не знаю, там на арабском написано, даже вообще непонятно, что написано, ни одного слова нет, ни одной цифры нет. Вот. И, ну, соответственно, вот здесь можно гулять, прям можно долго-долго гулять. Вот так он чай носит, но для меня тоже загадка, то есть он чай наливает, дает, и все, не берет деньги, ничего. Я так понимаю, у него какая-то зарплата есть, на месте церкви была, мечеть построена, вот если прямо туда поехать, она там будет в глубине. В общем, мечеть любопытна тем, что ее начали строить, эту мечеть, на месте православной церкви, и получается так, что там пошло такое смещение религий. Вот видите, он там сухофрукты, прям на телеге, целую телегу привез, и продает вот так вот. Зелень, прям все вот так вот, в огромных количествах. Вот видите, я так понимаю, они разгоняют здесь, ну полицейских очень. Я ни в одном городе Турции не видел, чтобы так много было полиции. Но сейчас здесь относительно безопасно, как мне показалось, да и вообще везде в Турции безопасно, как мне сказали. Я перед тем, как куда-то ехать, я общаюсь тоже с местными жителями, я говорю, а там безопасно, куда я еду? А там безопасно? И вот у них вот так все мешками, колорит. Вот эти города, которые население, около двух миллионов людей, есть старые эти, видите, дети работают. Я вот заметил, что много детей, вот в этих городах, Шанри-Уфа, вот в этом тоже городе, очень много детей работает, и очень много детей на улице бегает. В общем, вот эти города, они чем-то похожи, и чем дальше я погружаюсь на восток, я думаю, я сейчас поеду, еще там Марден есть город, он еще восточнее, прям вот рядом с Сирией, тоже такой закрытый город. Вот видите, вот так вот они разжигают, у костры какие-то огонь, бочки у них там с огнем, с палками, и они вот так стоят, вот греются, еще могут чай пить, это дело они любят. Марден, Газан-Теп, вот этот город, в котором я езжу, население, в котором около двух миллионов человек, они все похожи, и есть старые города, вот такие вот, со старыми маленькими улицами, в некоторых вообще прям нереально на машине ездить, там только пешком ходить, и они очень колоритные, рынки, вот это вот скорее всего, если он носит на голове, это скорее всего, либо курды, либо сирийцы, то есть это не турки, турки так не носят, это отличается, у них свои вот эти вот обычаи, своя одежда, они по-всякому, по-своему, каждый народ, они по-своему одеваются, по-своему выглядят, вот, к примеру, вот, допустим, донер, это турецкое блюдо, шаурма, это арабское блюдо, вот смотрите, лимоны, 3 килограмма, 10 турецких лет, 3 килограмма, меньше доллара, лимоны стоят, сколько у нас стоит, лимоны, килограмм, напишите, пожалуйста, в Казахстане, ну, я думаю, не точно, не столько это однозначно, здесь проходит, сейчас вот реставрация, одной из башен, по-моему, 18 башен, и еще есть промежуточные башни, у этой стены, ну, стена, да, стена крутая, здесь еще осталось музей, вообще, в каждом из этих городов, уникальнейшие музеи, туда вход стоит, может, там 5 лир, там полдоллара, там еще что-то типа этого, какие-то копеечки сущие, они очень интересные, потому что они уникальны, в этих музеях хранятся, какие-то такие находки, которым там тысячи лет, там, несколько тысяч лет, пять тысяч лет, или еще что-то, и вот эта вот стена проходит, слева стороны, мы сейчас еще внутри города, снимал видео, предыдущее видео, посмотрите, пожалуйста, будет интересно, я думаю, как я там лазил, карабкался по этой стене, друзья, здесь все есть, банки, заправки, то есть, все-все в этом старом городе, отеле, все-все, что нужно есть, ну, площадь достаточно большая, если 5 километров окружность, длина окружности, то площадь можно легко посчитать, давай, беги, я только сам, езжай, езжай, человеку мало места было, что ли, а, а, и вот, видите, опять бронированная вот эта вот машина стоит, полицейская, то есть, полицейских машин у них простых очень мало, в основном у них вот такие вот машины, бронированные, с камерами со всех сторон, с оружием, каждый день я то футболистов увижу, то еще что-то, каждый день, прям футбольная команда, ночью, как забурились, как давай галдеть в час ночи, я думал, сейчас уже только спать собрался, а они музыку включили, бам-бум, ау-а-а, шумят, кричат, короче говоря, ну, там тоже полиция, полицейских много, а, ну вот, за 10 лир можно припарковаться, в принципе, видите, они палки привезли, дрон здесь не летает, потому что стоят глушилки, очень серьезные, я даже не знаю, на каком расстоянии, я везде пробовал, но никак он не хочет, как я его не уговаривал, никак он делать это не хочет, а вот здесь вот, друзья, смотрите, есть вот такое любопытное место, да, где руины старые, вообще ни на чем не держатся, и, я так понимаю, люди не боятся, ходят здесь, так, вот сады, как раз, их там пашут, ну, там действительно такая черная, прям, земля плодородная, классная, я там был, действительно, это так, есть многоэтажные здания, есть мечети, вся полностью разная, всяческая инфраструктура, и так далее, и тому подобное, вот здесь люди по этой стене ходят, вообще не боятся, на самом деле, это достаточно опасное мероприятие, потому что, это все держится, на одном только тут, честном слове, и на соплях, поэтому, если здесь окажетесь, друзья, будьте очень, очень, очень осторожны, многие люди просто об этом не знают, даже не догадываются, что там может быть опасно, люди поднимаются, и вот так вот гуляют здесь, по этой стене, в принципе, ширина позволяет, вроде бы не страшно, и вот они идут, 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 и в какой-то момент, они оказываются, вот в таком вот месте, казалось бы, да, кажется, я только что видел, сейчас здесь две девочки пробежали, прошли, и вот казалось бы, вроде бы, да, вроде бы, это безопасное место, можно здесь потихонечку так пройтись, перекарабкаться, и туда дальше пройти, вот видите, тропинка здесь протоптана, то есть люди здесь ходят постоянно, чтобы вы понимали, сейчас мы спустимся вниз, вот здесь есть лесенка, в принципе, любой желающий может ей воспользоваться, никаких ограждений, ограничений здесь нет, я поржаюсь, насколько ровная, конечно, в некоторых местах стена гуляет, но в основной и общей массе она ровная, представьте, это вот где-то, допустим, да, они строили на скальном фундаменте, а в основном-то еще попадалась тут и мягкая земля, и какие-то это, то есть, плюс ко всему, что они здесь проделали такую работу колоссальную, они же должны были еще и фундамент для нее сделать, то есть, вот сейчас здесь торчит 20 метров, здесь еще хотя бы метр, два метра, должен быть капитальный фундамент хороший, это место, про которое я вам говорил, видите, на чем это все держится, а это держится все ни на чем, чтобы вы понимали, здесь вообще нету ни грамма металла, и вообще нисколько нет металла, то есть, бетон, камень, он работает на сжатие, он за счет клина когда-то здесь заклинился, и вот так он здесь стоит, работает, но время-то прошло на самом деле, и это все уже не работает так, как раньше, уже там и клина нету, то есть, оно сейчас даже толком, даже самого себя не держит, не говоря про тех людей, которые там могут оказаться, поэтому, друзья, учитывайте вот эти все моменты, город совсем недавно, буквально несколько лет его открыли для посетителей, здесь была война, здесь даже вообще не мог никто представить, чтобы у туристов какие-то здесь по этой стене лазить, ну может быть, конечно они понимали, но сейчас они не понимают, то что реально, это просто может, сейчас арка нафиг разрушится, и все, и даже под ней ходить опасно, я не говорю там про то, что на ней ходить группами, а девчонки вот, я вот буквально сейчас только видел, они поднялись, туда сходили, потом по ней перешли, естественно они не знают, этого не понимают, но это очень опасное мероприятие, дрон летать не хочет, показывать ничего не хочет, даже автомобильная навигация, которая у меня в машине, с айфона навигация идет, даже она периодически начинает глючить, поэтому если здесь окажетесь, я не мог понять, я телефон перезагружаю, навигацию перезагружаю, настройки меня, не могу понять, почему он тупит, и вот только я взлетел на дроне, он ага, нет, и все, и вот как, как, как только я не пытался, ни в одном городе я такого не видел, чтобы такая жесткая здесь прям была подавление, ну конечно, естественно, вон у меня вот за спиной война была несколько лет назад, про чем можно говорить, травка-то зеленая, зеленеет, а когда-то здесь бомбы взрывались, на танках ездили, я думаю, я обязательно приеду еще сюда посетить это место, идти по музеям здесь походить, потому что, скажу вам честно, мне очень понравилось здесь, и сейчас они уже всю создают здесь инфраструктуру для туристов, я думаю, через пару лет сюда можно будет прям приезжать, и здесь классно проводить время, может быть с Арочкой приеду, вот эта часть вообще восточной Турции, мне прям понравилась, вот этими своими колоритами, своими традициями, и вообще своими обычаями, видите, вот у них тут клубника, фрукты, ягоды, все что угодно, арбузы, кстати, вот этот город, он ценится арбузами, и где-то даже пишут в путеводителях, что были, они здесь выращивали арбузы до 100 килограммов, которые только на верблюде можно было перевезти, перенести, очень большие, может быть это, конечно, сказка, ну, так или иначе, вот зимой, можно в декабре, перед Новым годом, можно арбузы у них здесь покушать, вот друзья, давно хотел вам показать, на каждой заправке у них более-менее такой нормальной в Турции, есть, во-первых, вот такой вот аппарат для подкачки, у меня здесь сейчас хорошо, что машина показала, что мне надо подкачать колеса чуть-чуть, я в общем думаю, я их перекачаю даже, в общем, этот аппарат бесплатно, на каждой заправке, вот примерно вот так у них выглядят заправки, вон там, где в углу собираются, где люди, там у них стоит чайник, чтобы вы понимали, ребят, этот город находится где-то между двумя городами, там, я не знаю, километров 20, наверное, до ближайшего большого города, и вот КПП как раз здесь, полицейская КПП тоже хотел вам давно показать, вот так выглядит, я сейчас зашел, там туалеты бесплатно, чистые туалеты, чистейшие, женские отдельные, мужские отдельно, ребенка переодеть отдельно, вылизанные все, с мылом, с полотенчиками с бумажными, холодной, с горячей водой, чистейшие, вообще идеальная чистота, накачал колеса, сходил в уборную, все, руки помыл, все, как белый человек, пошел за чаем, она ко мне подходит, говорит, чайок, чая нет, давай, говорит, стакан я тебе налью, пошла в подсобку, взяла свой чай со своего чайника, ну, то, что они там пьют у них отдельный чайник, набрала мне чай, все дала, улыбается, все довольна, ну, вот, почему у нас так не могут сделать, а, почему у нас вот эта подкачка, это элементарно вообще, я не знаю, сколько это, какие-то копеечки, почему нельзя у нас на заправке в городе, какая-то область, какие-то деревня, селы здесь, вот я вот еду, и вот я остановился на заправке, подкачать колеса, все мне, вот, все-все условия, все, что нужно водителю, все там есть, есть там магазин, можно купить там напитки, какие-то снеки можно купить, также там кофе, по-моему, можно тоже купить, ну, на любой заправке есть чай, на любой, даже если чая нет, в том случае, есть место, где они пьют чай, и они нальют оттуда чай, так, далее, я сейчас сделал себе давление 3,4 пси, это, наверное, около 3 атмосфер примерно, ну, где-то так, в общем, для чего я это делаю, на дорогах, особенно вот в таких вот местах, вот видите, могут встретиться острые ямы, такие с острыми углами, и, если эта яма попадется на большой скорости, то, естественно, скорее всего, оно колесо пробьет, оно пробьет колесо, и, поэтому, поэтому водители, которые знают, что такое пробивать колесо, то есть, одно дело, что колесо просто чем-то гвоздиком проткнуть, его можно отремонтировать, а другое дело, когда колесо на большой скорости об острую яму пробивается, когда колеса, ну, давление в норме, грубо говоря, то это неприятно, потому что, это колесо надо, диск надо ремонтировать, и, в общем, оно моментально спускает, и можно, во-первых, потерять управление, потому что одно колесо, или там два колеса, не знаю сколько, будут просто спущены, и все, во-вторых, если это где-то произойдет, естественно, это не произойдет, где-то в городе, потому что мы здесь так сильно не разгоняемся, это может произойти где-то на трассе, далеко от всего, и, в общем, это такая ситуация неприятная, поэтому, хорошо, что мне машина сообщила, в общем, что у меня, я просто попал в северную часть, и здесь температура ниже, и поэтому у меня подспустили чуть-чуть колеса, из-за физики, из-за того, что воздух сжался, его стало меньше, из-за того, что он стал холодный, и поэтому давление упало, видите, Бэтмен город здесь есть, мы туда немного позже отправимся, кстати, на светофорах очень много людей с детьми, женщин с детьми, просто детей, очень много маленьких детей, и вот везде, везде, вот здесь, в этой части, и как дальше я еду, чем дальше я еду на восток, тем их больше, прям на каждом, на каждом светофоре, молодые, дети вообще совсем, прям совсем маленькие, прималенькие, просят милостыню, ну, естественно, я им всегда помогаю, какие-то сладости даю, там, яблочки, еще что-то, вот, ну, можно понять, можно понять, потому что война была, друзья, несколько лет назад, бомбили здесь все, понимаете, одни боевики боевали, а местные жители должны были страдать от этого, от всего, и вот, конечно же, это, можно поверить, что здесь какая-то будет безработица, какая-то будет нищета, что людям будет тяжело, поэтому, по возможности, всегда я по чуть-чуть, помогаю. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова